Друзья, всем привет! С вами компания Sfera Car и сегодня мы для вас подготовили подборку европейских автомобилей из Южной Кореи. Предыдущий ролик можете посмотреть вот здесь, там и корейцы, и европейцы, ссылочка вот здесь наверху. Ну а те, кто смотрели первую часть, давайте посмотрим вторую, погнали! Друзья, первая модель это BMW 5 серии в кузове G30, они стали выпускаться с 2016 года. Вот эти персики, они очень сильно похожи на своего старшего брата, какого? BMW 7 серии, правильно. Вот, что можем про них рассказать? Есть версии двухлитровые, трехлитровые, бензиновые, дизельные. Есть также версия с объемом двигателя 4,4 литра V8, 462 лошадиных силы, вообще просто сумасшедший автомобиль. Оснащены они все восьмиступенчатые, восьмиступенчатым автоматом ZF. Это вообще вещь максимально надежная и, наверное, никогда не сломается. У кого ломался автомат, можете написать в комментариях, сказать, Артем, ты нам наврал, это хрупкая штука, она у меня сломалась. Но, я думаю, таких не будет. Если у друга друга сломалась, это не считается, поэтому это может быть просто какая-то сказка. И вот мы начнем смотреть ее, наконец-то, пятерочка. В принципе, двухлитровый автомобиль с объемом двигателя 2 литра, это я уже сказал, 184 лошадиных силы. Пробег у автомобиля 96 тысяч, почти 97. 2018 год, август месяц, люкатый. Но, чего-то необычного в этом автомобиле нет. Это самая простая модель. Просто мы можем немножечко поближе разглядеть его. Посмотрим по салону. Вот вам спидометр, вот вам ручка КПП. Вот у меня ошибка какая-то вылезла на компьютере. Ну, шикарный салон от BMW, что тут скажешь. Самое интересное, давайте перейдем к стоимости. Стоимость этого автомобиля 2 миллиона 499 тысяч рублей. То есть, в принципе, за 2,5 миллиона вы можете себе взять симпатичную пятерочку. Надежную, с надежным автоматом. Но самое интересное дальше. Вот он, интересный автомобиль. Чем интересен этот авто? Это 530i в М-пакете. Собственно говоря, на российский рынок выпускались автомобили с заниженными лошадиными силами. 249 лошадей вы можете купить здесь. А если покупаете из Кореи, вам, пожалуйста, 252 лошадиных сил. Но любите кататься, любите и денежку платить за налог, который будет также больше. В М-пакете видоизмененные бампера, более агрессивный внешний вид, другие колеса стоят. Ну, естественно, спортивная, адаптивная подвеска. Ну, там вообще просто дорогу держит. Персик. По салону. Какие видоизменения мы видим по салону? В первую очередь, на что я обратил внимание, это на темный потолок. Ну, кайф же, а? Наконец-то, кстати, японцы стали делать темный потолок. Это очень, кстати, стильно. Круто. Ну, по мне, нравится, когда в машине темно. Это круто. По сидениям. Множество настроек сидений. То есть, в отличие от предыдущей версии, которую мы вам показывали, здесь уже подстройка для ног есть. Ну, все удобно. Видоизмененный руль. Более, так скажем, спортивный. Алюминиевые вставочки. Ну, вот эти вот всякие плюшки, так скажем. Шикарный автомобиль, собственно. Цена. А, знаете, что забыл? Забыл вам. Вообще, что-то с головы вылетело. Вы же постоянно пишите, какой пробег. Я для вас нашел. Вот здесь вот указывается пробег. Если что, смотрим вот сюда. Вот он написан. 31 тысяча пробег, всего лишь 2018 год. Вот, собственно. Стоимость этого автомобиля 3 миллиона 125 тысяч рублей. Ого-го. То есть, это где-то порядком 700 тысяч рублей больше, чем предыдущий вариант 2-х литрового на 184 лошадиных силы. Но здесь уже динамика. А? Погнали дальше. Друзья, давайте посмотрим на автомобиль Audi Q5. Семейство кроссоверов. Это второе поколение, которое стало выпускаться с 2017 года. Но мы вам показываем рестайл 2020. Этот рестайл вы можете узнать по, так скажем, видоизмененной решетке радиатора и по бамперу. Выпускались эти автомобили на рынок Кореи с двухлитровым дизельным мотором и с двухлитровым бензиновым мотором. На российский рынок есть дизельные версии на 3 литра и бензиновые версии. Поэтому, если Корея, то только 2 литра. Но! Есть очень большой плюс в том, что когда вы покупаете этот автомобиль где-нибудь у дилера, ну там, либо с рук, то вы, скорее всего, недополучите по опциям. Потому что в Корее вы можете взять автомобиль и он будет напичкан абсолютно всем. То есть, есть трехзонный климат-контроль, электробагажник, подогревы сидений, люк. Эта тачка будет полностью максимально заряжена. 17 тысяч пробег, 2020 год, 2 литра, 204 лошадиных силы. И поближе его рассмотрим. Вот такой замечательный кроссовер. Audi. Вообще, мне всегда нравились Audi. Этот автомобиль не такой вычурный, как BMW, как Mercedes. Это мое личное мнение. У вас есть свое, поэтому вы можете делиться им в комментариях, кстати. И, на мой взгляд, это такой довольно-таки изящный, сдержанный и стильный автомобиль. Вот. Прекрасный салон. Ну, такой, нормальный, да? Стоимость этого автомобиля 2 миллиона 936 тысяч рублей. 2 миллиона, практически 3 миллиона за шикарный кроссовер 2020 года. Друзья, следующая версия, это та же самая Q5, но только двухлитровая, бензиновая на 245 лошадиных сил. Какие отличия? Отличие в том, что этот автомобиль оснащен семиступенчатым роботом. Это первое отличие. Более удобные спортивные сидения стоят в этом автомобиле. Камеры кругового обзора и помощь при парковке. В общем, хороший автомобиль. Ох ты ж, какая панель интересная. Это так и задумано? Или же это кто-то кореец положил на нее чехол? Конечно, положил чехол тут же, видите, вот это вот. Скорее всего, даже китайский. Китай завоевывает мир. Молодцы, ребят. Это, наверное, чтоб как в Чайзере просто не вздулась торпеда, да? Вот владельцы Чайзеров, Марков, Крест, напишите, у кого вздулась панель. Будет очень интересно. Погнали. По стоимости. Самое интересное, это стоимость этой машины. 4 миллиона. Я просто смотрю здесь, цифр много, и поэтому подготавливаюсь. 4 миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч рублей. Ну, хотите себе топовый кроссовер от Ауди, придется заплатить деньжат. Но я больше чем уверен, что в России эти автомобили будут стоить дороже, и состояние их будет хуже. Mercedes-Benz E-класса. Давайте немножечко истории. Это уже пятое поколение автомобиля. И Mercedes считает, что этот автомобиль, эта E-шка, одна из самых просторных по салону. Помимо этого, что он максимально технологичный. Не забываем, почему. Потому что у него есть кнопочка Drive-функция, скажем так, Drive-пилот. Что она вам позволяет делать? Вы едете по трассе со скоростью до 210 км в час, и она вам позволяет вот так расслабиться, руки вот так назад. Но периодически их накласть на руль, чтобы она понимала, что вы еще не вышли из автомобиля. Автомобиль едет по своей полосе, объезжает какие-то небольшие препятствия, собственно говоря, доставит вас в безопасности. Почему в безопасности? Потому что автомобиль оснащен крутым пакетом безопасности. При столкновении, боковом столкновении, как-то отъезжают сиденья. Я не понимаю, как это вообще происходит. Но вообще, они молодцы, они это сделали. И безопасность это превыше всего. Собственно говоря, вы в этом автомобиле будете себя чувствовать максимально защищенно. И прям все, едете как в броневике. Сам автомобиль. 194 лошадиных сил, дизельная версия, двухлитровая, на полном приводе. Пробег у этого автомобиля. Вот он здесь, пожалуйста, я вам до этого показывал, рассказывал. 126 тысяч пробег. Ничего себе ресурс. Вот как я наслышан. Многие знакомые, друзья. Говорят. Мы-то как бы здесь, на Дальнем Востоке, у нас японцы. Про японский двигатель могу рассказать что угодно. Говорят, что дизельные. Дизеля именно в Мерседесах, в BMW, одни из самых надежных двигателей. Если это так, поделитесь. В комментарии напишите. По салону. Ну, симпатичный салон. Ну, вот они вот как BMW. BMW и Мерседес. Вот у них гонка, да. Тоже двухцветный. Ну, симпатичный салон. Ничего не могу сказать. Честно говоря, мне салон BMW и Audi нравится больше. Ну, это на мой взгляд. Вот вам, пожалуйста, здесь. Парктроники, камера. Все есть в этом автомобиле. Стоимость 2 миллиона 431 тысячи рублей. А? Меньше? Уже выгоднее. Погнали дальше. Еще одна Ешка, только намного интереснее. Это Е53-я AMG. 453 лошадиных силы. 3 литра. Полный привод. Вот эта тачка, чтобы похасанить. И этот автомобиль дает кучу эмоций. Я так предполагаю. Я сам не ездил. Но было бы интересно прокатиться на этом звере. По салону. Ну, особо отличий не вижу. Но здесь руль. Да, понятно. Стоимость этого автомобиля. Кстати, у него пробег. 51 тысяча пробег. 19-й год. Вот так вот. Стоимость этого автомобиля 4 351 тысячу рублей. Он стоит в Южной Корее. Друзья, как считаете, вообще этот автомобиль стоит своих денег? Покрывает эмоции и вообще кайф от вождения этим автомобилем эту сумму? Будет интересно, делитесь в комментариях. Volkswagen Tiguan. Седан. Кроссовер, седан, кроссовер. Второе поколение. Двухлитровый на 150 лошадиных сил. Дизельный мотор. Передний привод. Робот. Если хотите себе объем меньше. Не знаю, хотите или нет. Ну, там уже напишите, если что. Можем привезти с двигателем 1.4, но только с Японией и правым рулем. Что про этот автомобиль можно сказать? Что максимально безопасный. А именно, этот автомобиль получил пятизвездочный рейтинг по краш-тестам. По салону. Ну, салон у него, ну, нормальный. Ну, неплохой. Ну, вот так вот скажем. Все в зависимости от бюджета. Сколько этот автомобиль стоит. Стоимость его 2 миллиона 48 тысяч рублей. Ну да, нормальный. Пробег, тем более 63 тысячи. Небольшой пробег. Восемнадцатый год. Хорошая машина. Еще один Tiguan. Только комплектация пожирнее. Пятьдесят пять тысяч пробег. Девятнадцатый год. Цвет мокрый асфальт. Серая мышь. Еще, как вы можете назвать, написать в комментариях. Будет интересно ваши варианты послушать. Симпатичный внешний вид. Но это пожирнее немножечко по комплектации. Поэтому он будет немножечко и подороже. Два миллиона двести восемьдесят четыре тысячи рублев. Погнали дальше. Итак, друзья. Еще один Mercedes. Это GLC класс. Пришел на смену в 2015 году ГЛК классу. Симпатичный кроссовер. С объемом двигателя 2,1 литр. 170 лошадиных сил. Это именно про этот автомобиль мы сейчас говорим. Девяносто семь тысяч пробег. Две тысячи восемнадцатый год. Стоимость этого автомобиля. Два миллиона пятьсот двадцать одна тысяча. Один из самых востребовательных автомобилей. Скажу почему. Потому что есть класс кроссоверов. А есть класс купе. И купе заказывают намного чаще. Я не знаю, почему нравится больше купе. Возможно, заказываете вы своим женам, девушкам. Не знаю. Но купе более востребовательный. Этот вариант на два литра. Двести сорок пять лошадиных сил. Пробег у него тридцать девять тысяч и девятнадцатый год. Стоимость этого автомобиля три миллиона пятьсот девятнадцать тысяч рублей. Вот такой симпатичный кроссовер в своей линейке. И выбирайте. Ну, я думаю, мужикам больше по нраву будет какой-нибудь прям кроссовер. Ну, а девушкам купе. Мерседес постарался. Вот вам и то, и другое. Друзья, сегодня мы с вами рассмотрели вторую часть автомобилей из Южной Кореи. Были европейские модели. Угадайте, какие будут автомобили в следующем обзоре. Какой будет сегмент, в какую ценовую политику. Пишите в комментариях. Будет очень интересно. Ну, а мы с вами прощаемся. Контакты в описании. Ссылочка здесь наверху. Пока. Компания Сферокар. И сегодня мы для вас подготовили автомобили. У нас уже семейство кроссоверов. Audi Q5. U, do, tre, quattro. Ну, и, собственно... Да нет, не собственно. Сейчас, мы же готовились. Мы готовились. Сейчас, секунду. Музыку можно потише, пожалуйста. Спасибо большое. Тут ночую. Третьи сутки записываю для вас этот видеоролик. Устал. Меня мучают здесь. Я вообще в заложниках. 8-902-050. Забишите мой телефон. Позвоните мне. Найдите меня. И заберите отсюда.